Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, что вы прекрасно провели майские праздники, собрались силами, воспользовались моей рекомендацией, потому что это было важно. Ведь мы с вами постепенно вступаем в летний сезон суперкрутых событий для финансовых рынков, чего стоят только одни парламентские выборы, которые грядут в рамках правительства Франции и Англии. Ну и, конечно же, если говорить про первый летний месяц, июнь у нас на повестке заседания американского регулятора, в ходе которого крайне высокие шансы услышать об ужесточении монетарной политики. Не нужно повторять, я думаю, трейдерам, которые следят за поведением американца, насколько это событие важно для доллара. Ведь повышение процентной ставки – это, по сути, подтверждение рефляционной политики американского регулятора, которая направлена на недопущение перегрева экономики, на борьбу с резким ростом инфляции, и, соответственно, политика, которая приводит к неизбежному удорожанию курса национальной валюты. Более высокий курс доллара для нас лично, для меня, не буду говорить про всех, поскольку так будет правильнее, остается априоритетным направлением. Я надеюсь, что последующие события будут больше благосклонны к тому, чтобы мы увидели больше высокие значения для американца против всего спектра финансовых инструментов. Ну, то есть, о долларе мы, безусловно, поговорим, собственно, как это делаем и всегда. Начнем мы с нефти. Еще раз отмечаю то, что я снова встрою. Надеюсь, что вы не остались без информации, точнее, абсолютно уверены в этом, потому что максимально профессиональные и компетентные коллеги, я знаю, снабжали вас, собственно, основными инфоповодами. То есть, вы были в курсе всего, что происходило на рынке Форекс, и я надеюсь, что провели не одну прибыльную инвестиционную сделку. Сразу хочу отметить то, что сегодня, друзья, мы с вами еще раз увидимся в 16.30 по московскому времени. Пройдет вебинар «Правильный понедельник». Я рекомендую вам его посетить, потому что мы пробежимся по основным событиям целиком всей прошлой недели и посмотрим, какие из них имеют шансы продолжить рисонировать на всем спектре тех инструментов, которые мы с вами торгуем изо дня в день. Поэтому, если есть такая возможность, присоединяйтесь в 16.30 в прямом эфире. Если нет, то запись уже будет доступна чуть-чуть позже. Ну, давайте тогда начнем с наших традиционных инструментов, которые очень важны для рынка в рамках российских реалий. Это нефть, марки Brent и, разумеется, того, что происходит с курсом рубля. Нефть, класс всей прошлой недели, отметка 50.84. Сейчас мы видим котировки нефти чуть повыше, 51.61. Я объясню, почему сейчас рынок нефти растет. Но прежде чем перейти к тому росту, который мы наблюдаем с открытия сегодняшнего дня, давайте проанализируем в целом так широкими большими мазками прошлую неделю. Основными релизами, на которые мы традиционно ориентировались, это были статистические отчеты по запасам нефти. Сначала от Американского института нефти, потом от Минэнерга США. И, соответственно, следом замыкал всю неделю релиз Baker Hughes. Статистика важная? Ну, конечно же, важная. Потому что все, кто более-менее следит за нефтью, более-менее дружат с фундаментальным фоном, прекрасно понимают то, что сейчас, если хочешь торговать нефтью, отталкиваясь от фундамента, нужно следить за тем, что происходит в США по добыче, по запасам. Потому что нет уже ни у кого ни малейшего сомнения, что Соединенные Штаты Америки, как регион, это тот самый, опять же, та самая причина, вследствие которой мы говорим об отсутствии эффективности либо каких-либо положительных результатов сделки ближневосточного карты по ограничению производства. Даже сами представители ОПЕК практически уже смирились с тем фактом, то, что недооценили, опять же, те регионы, которые не участвуют в этой сделке ранее, когда подписывали соглашение об энергетическом факте. Эти регионы Канада, Бразилия, Ливия, Нигерия и Соединенные Штаты Америки, которые воспользовались сделкой ОПЕК, для того, чтобы сначала понаблюдать за тем, как высвобождается доля, и потом уже подпримять все возможные усилия, чтобы заместить долю отдельных регионов ОПЕК и еще 11 стран, которые присоединились к этой сделке, поскольку у тех не было выбора, кроме как соответствовать договоренностям и снижать производство. При этом те регионы, которые я обозначил, начали активно наращивать добычу, и никто их не мог за это критиковать, потому что они ровным счетом ничего не нарушали. Статистика по запасам выходит каждую неделю. Мы следим за ней, поскольку понимаем, что именно она отражает, насколько эффективны Соединенные Штаты Америки по замещению доли, которая высвободилась от выхода и уступки странами ближнего восточного картеля. Напоминаю, отчет Американского института нефти, снижение запасов, могу чуть ошибиться, но в целом это не важно. Снижение запасов на 5,5 миллионов баррелей в сутки, после этого мы переключились на статистику Минэнерго США, и тоже снижение запасов на сопоставимую цифру. В последнее время мы видели, как редко эти отчеты бьются, но в данном случае мы увидели, что статистика совпала. Плюс ко всему трейдеры сразу обратили внимание, большее внимание даже, на запасы нефти продуктов и запасы бензина в США, потому что, как вы помните, то, что происходит с этим отчетом, происходило в последней неделе, было настоящим парадоксом, потому что вроде бы как мы работаем с фактором сезонности, когда спрос на топливо должен расти и увеличиваться, и вместо того, чтобы наблюдать за ростом запасов, точнее, снижением запасов бензина, мы с вами констатировали несколько недель подряд, как запасы бензина падают, после чего обратились к статистике на внутреннем рынке и посмотрели, что действительно спрос на бензин на внутреннем рынке США сократился больше, чем на 2,5%. И это уже изначально создало дополнительный риск краткосрочного, среднедлагосрочного характера для котировок нефти, который, в принципе, может быть проявлен через еще больше распродажи в любой момент. Если запасы в целом синхронно, мы видим, как периодически даже увеличиваются, это может стать, опять же, предпосылкой для того, чтобы ограничить все и импортные поставки на территорию США, нефти. А значит, ожидания вот этой балансировки, составляющей спрос и предложения на рынке черного золота, эти ожидания, они присутствуют, конечно же, но оптимизма в отношении них все меньше и меньше. Сейчас трейдеры, которые ставят на покупку нефти, цепляются за сделку ОПЕК. Вот, опять же, если говорить про эту самую сделку возможность продления энергетического факта до конца 2017 года, ну, я надеюсь, вы уже усвоили уроки первого этапа действия этого соглашения, первого полугода 2017 года, и сами пришли к выводу о том, что совершенно очевидно, что текущая редакция этого соглашения неэффективна, нужно снижать все объемы добычи больше. При этом, чтобы снизить объемы производства в еще более, с большим размахом, мы понимаем то, что это равносильно собственной ручной уступке странами ОПЕК еще большей долей рынка Соединенных Штатов Америки. ОПЕК надеялся, что если они снизят объемы добычи, они что-то получают взамен. Ну, что получают взамен? Более высокий цен на них. Этого не произошло. Поэтому сейчас, даже несмотря на те заявления, которые появляются на рынке, вы должны прекрасно понимать, если сделка будет продлена, то только в текущей формации. В текущей формации она неэффективна, поэтому пройдет какое-то время, и мы сможем с вами тотально уже спекулировать на том, что у рынка нет ни одного повода для того, чтобы расти. Вот вернемся еще раз к запасам нефти, которые были опубликованы на прошлой неделе. Запасы нефти снизились, с бензина чуть-чуть тоже снизились, минус 0,21 миллион. Но, однако, объемы добычи нефти США выросли на 21 тысячу баррелей в сутки. Это много. И вследствие этой статистики администрация энергетической информации тут же пересмотрела прогнозы по нефтедобыче до конца 2017 года. И, как мы с вами и полагали, я говорил, что при сохранении подобных темпов мы с вами будем наблюдать пересмотр прогнозов от администрации энергетической информации чуть ли не каждый месяц. Сейчас последние цифры гласят, что до конца этого года объемы добычи превысят 9,65 миллионов баррелей в сутки. А в 2018 году, вы помните, что, исходя из прошлого прогноза, рассчитывалось то, что, может быть, штаты коснутся планки в 10 миллионов баррелей в сутки. Сейчас речь идет уже о росте нефтедобычи до 10 и практически 3 миллионов. То есть США могут сейчас вмешаться в игру расстановки или даже перебалансировки сил по производству нефти в тройке лидеров мировых и затмить, к примеру, в Саудовской Аравии, которая сейчас добывает чуть меньше 10 миллионов баррелей в сутки. При этом, если кто-то из вас цепляется за статистику прошлой недели, считает то, что раз запасы, собственно, снизились, да, на самую значительную величину с начала этого года. Я хочу отметить то, что здесь могло еще иметь место быть и сезонное проявление такого форс-мажора природного, поскольку основные объемы добычи идут из Мексиканского залива, а исходя из плохих, я бы даже сказал, ужасных погодных условий последние две недели, я допускаю то, что это могло повлиять на объемы добычи. То есть как только данная ситуация и, в принципе, погода улучшатся, скорее всего, мы снова будем констатировать увеличение запасов нефти в Штатах, соответственно, увеличение запасов бензина, и параллельно продолжим наблюдать, как растет количество нефтяных терминалов Беккер-Хью, собственно, прошлой недели, прироста до 712 штук, 17-я неделя подряд роста, друзья. Поэтому позиционный рынок нефти, я надеюсь, то, что какой-то из этих аргументов вас убедил, в том, что рынок может подрасти на спекулятивных ожиданиях, на каком-то чуде того, что балансировка произойдет. Но, копая глубже, становится очевидно то, что особых предпосылок для роста, собственно, нет. Сегодня, кстати, мы наблюдаем восстановление, я бы сказал, стремительное, на азиатской сессии, сейчас уже европейская начнется, бренд и WTI. Почему? Потому что на рынке появилась информация о том, что якобы Савуевская Аравия и Россия договорились с поддействием вот этого аналитического факта. Но как долго мы будем расти на этом, это большой вопрос. Я надеюсь, что нет. Плюс ко всему, сегодня, как вы знаете, денек-то не очень насыщен на макроэкономические события. Были опубликованы отчеты по Китаю, в частности, по ручным продажам, по промышленному производству и капиталовложениям. Не забивая вам голову цифрами, вы можете посмотреть все в экономическом календаре, спад по всему спектру этих релизов. Поэтому нужно изначально понимать то, что потенциальная слабость, еще большая слабость китайской экономики, еще не негативный фактор для котировок нерти. И если мы говорим про слабость Китая, значит, можно говорить еще про предпосылки ослабления тех инструментов, которые валютных очень сильно зависят от благополучия, от состояния китайской экономики. Это валюты, друзья. Стран-океане, австралийцы, новозеланец также должны находиться под еще большим прессом. Дальше идем. Европейская валюта на прошлой неделе, как вы помните, вроде бы как начала неделю оппозитивно, потому что мы получили итоги второго тура президентских выборов и знаем то, что две трети голосов получил Эммануэль Макрон, центрист, который категорически против идеи распада Европейского Союза. И разумеется, как только трейдерам стало очевидно, что именно Макрон, новый президент Франции, тут же скептики, которые ставили на идею, собственно, Мари Липен, выход Франции из состава валютного блока, они уже по актуальности явно по мерке. Поэтому сначала евро стали активно покупать, однако тут же, буквально через несколько минут, после открытия понедельника, мы видели, как евро подращали вниз. Почему? Потому что этот позитив очень быстро уступил место негативу. Во-первых, осознание того, что трейдеры торговали на идее покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Потом трейдеры стали фиксировать результат довольно неплохого ралли, которое состоялось из-за вилов пары евро-доллар выше отметки 1.10. Ну и потом, еще более важно, трейдеры обратили внимание на необходимости или допустили возможности переоценки того фундамента, с которым они работали. И на передовую снова вышли политические вопросы. Хорошо, Эммануэль Макрон победил президентские гонки, однако его путь не такой уж и, собственно, прозрачный в дальнейшем, поскольку очень велики риски того, что на предстоящих выборах в парламенте он может не получить достаточно поддержки со стороны политиков. Напоминаю то, что выборы пройдут 11 и 18 июня. И в связи с этим к этому периоду мы можем с вами допускать возможность давлеющего эффекта на евро, исходя из актуальных политических рисков. Но если вы уже устали от политической темы, тогда вам придется смириться с тем фактом, что более актуальным вопросом сейчас являются снова те стимулы, которые проводятся Европейским Центральным Банком, направленные на борьбу с дефляцией. И в проложении этой темы хочу отметить, что на прошлой неделе в среду состоялось выступление Драги, которое возглавляет Европейский Центральный Банк, который снова отметил, что базовое значение инфляции находится под понижательным давлением. И Европейский Центральный Банк, несмотря на все призывы Бундесбанка, несмотря на еще критику со стороны прочих ведомств, ну никак не может объявить победу над более, собственно, низкой инфляцией. И поскольку есть все-таки еще ожидания и основания полагать, что индекс потребительских цен может оказаться на более низких ценовых значениях, значит Европейский Центральный Банк вынужден и дальше действовать в конве тех стимул, которые были анонсированы раньше. То есть, еще раз повторяюсь, уже ссылаясь на формулировки Драги, то, что ЕЦБ не планирует выходить из программы QE и не планирует повышать процентные ставки до конца, скорее всего, даже 2018 года. Возможно, ближе к концу этого года мы услышим об изменениях формулировок со стороны европейского регулятора Драги, но параметры ключевых денежных политиков изменены не будут. Поэтому, исходя из этого, европейская валюта будет долгосрочным ауссайдером, поэтому нужно все-таки ставить также на ослабление этого актива. Фунт против доллара на прошлой неделе, безусловно, следил за четвергом, суперчетверг, как вы знаете. В этот день Центральный Банк Англии пересмотрел параметры денежно-кредитной политики, ставка, в принципе, на прежнем уровне 0,25, объем покупок активов также 435 миллиардов пунктов. Голосование за повышение процентной ставки и необходимость этого. Только один человек ФОПС проголосовал за то, что ставку нужно повысить, и семь из восьми глазующих членов сказали, что в этом нет необходимости. Важно, что нужно было усвоить, то, что Банк Англии признал наличие очень серьезных рисков дальнейшего снижения потребительской активности. Поскольку этот риск был актуализирован и обозначен, мы видели, как Банк Англии пересмотрел прогнозы экономического роста региона с 2% до 1,9, до конца 2017 года. Я думаю тоже, что истинная цифра будет еще ниже, потому что на прошлой неделе мы получили удручающую, крайне удручающую статистику по промышленному производству. Промпроизводство снизилось в месячном уложении на минус 0,5 против спада в прошлом месяце на минус 0,8. А в годовом значении эта цифра того слабее – 1,4 с 2,5%. Поэтому, друзья, фунт, если сейчас и умудрится выдасти, то только на потенциально возможной и крайне маловероятной слабости доллара и, соответственно, росте евро. Больше других предпосылок для роста нет. Как я и рекомендовал еще двумя неделями ранее, лучше и приоритетнее сейчас искать все возможности для продажи, собственно, фунта. Доллар и японская иена. Здесь у нас были предпосылки для роста. Мы наблюдали, как американец против иены роста. Давайте я сейчас не буду останавливаться, потому что уже затянул на брифинге, не буду останавливаться на отдельных релизах. У нас будет практически час полноценного времени на вебинаре. Вот там, в целом, по всем релизам мы прибежимся. Я хочу отметить то, что американская валюта непременно, казалось бы, выше по уровням закрытия того, что мы наблюдали в пятницу, нежели, если бы не очень слабый отчет по инфляции. Здесь я не собираюсь искать позитива там, где его нет, потому что действительно отчет очень слабый. Базовые значения инфляции оказались на минимальном уровне за последние 19 месяцев. И, возможно, слабая инфляция может сказаться на вероятности изменения монетарной политики и повышения процентной ставки в июне. Но поскольку до июня у нас еще очень много недель, картина может очень быстро измениться, ведь одной из самых подвижных субстанций на рынке Форес является рыночное настроение. Я бы пока просто признал факт локального влияния на доллар, но не говорил бы о том, что этот локальный негатив будет иметь какое-то системное продление на американца дальше. Почему я бы не стал об этом говорить? Потому что буквально до выхода этого отчета вероятность повышения ставки в июне составляла чуть ли не 90%. И ФРС прекрасно понимает то, что даже сейчас эта вероятность находится на очень высоком значении. Поэтому ей нужно соответствовать и нужно готовить рынок к тому, что ставку, скорее всего, повысит. И в принципе ФРС с этой ролью и задачей справляется, потому что мы видим и слышим комментарии Харпера, Розенгана, которые по-прежнему настаивают как минимум на губ по улучшению процентной ставки до конца, собственно, этого года. А Розенган сообщил о том, что в ближайшее время собираются предложить в качестве инициативы отдельное собственное субъективное видение того, как можно сократить баланс американского регулятора. Об остальных отчетах поговорим сегодня в 16.30. Не стоит расстраиваться в отношении доллара, потому что доллар, уверенно, находится в восходящем ключе. И немаловажную функцию в поддержке американца сыграло все-таки представление плана налоговой реформы, которую мы наблюдали от господина Трампа двумя неделями ранее. Конкретики, вопреки многим суждениям, на мой взгляд, там было много. Конкретика по ставкам для физиков, для юридических лиц, конкретика по репутационному налогу, возможные даже инициативы по введению налогов за пересечением границы и повышение экспортных пошлин. Эти, собственно, положения до такой степени были вдохновляющими и для консерваторов-республиканцев, что я не сомневаюсь, что за этот проект проголосует большинство. В отличие, собственно, от реформы здравоохранения, которую, как вы помните, эти самые республиканцы-консерваторы забраковали. Новозеландский доллар против американца. Здесь мы видели в четверг резкое ослабление, которое стало ответной реакцией на решение Резервного банка Австралии сохранить ставку на уровне 1,75%. Почему Новозеландский доллар просел? Да потому что Резервный банк Новой Зеландии отказался от идеи повышения процентной ставки, сказав, что если это произойдет, то не раньше 2020 года. В порядке интересов, друзья, мне есть также, что рассказать вам о новозеландскому доллару. Давайте это также оставим на сегодняшний вебинар, потому что ту риторику, которую лично я с радостью проанализировал в четверг, для меня стала как бальзам, собственно, для медведя по новозеландцу, потому что я прекрасно понимаю сейчас то, что новозеландская валюта будет вынуждена и дальше снижаться, даже если и опуская потенциальный рост доллара, то только исходя из слабости национального фундамента. Об этом я, собственно, скажу вам также сегодня на вебинаре в 16.30 по московскому времени. Ну, собственно, друзья, на этом все. Надеюсь, что по основным валютным парам мы с вами пробежались. По другим давайте тогда будем размывать новостной фон в ходе последующих брифингов. Еще раз напоминаю то, что большое спасибо за ожидание. Надеюсь, что вы не только отдохнули от следствия майских праздников, но и отдохнули лично от меня. Может быть, настроились на то, что меня снова можно послушать и, соответственно, можно ставить лайки. Поэтому я призываю вас с огромной благодарностью тем, кто уже это делает на нашем канале на YouTube. Ну, те, кто не делает это, пожалуйста, это самая лучшая мотивация для любого спикера. Канал на YouTube – это, как и всегда, основной канал коммуникации. Вопросы, комментарии – все прямо туда скидывайте под видеоокном с актуальным выпуском. Ну, и там, соответственно, можно ставить и большие пальцы, как я уже и отметил. Друзья, на этом все. Увидимся мы с вами сегодня в 16.30 по Москве. Ну, те, кто не сможет присутствовать на вебинаре, тогда основа завтра в прямом эфире в 9.30 на ежедневном брифинге. Всего доброго. До свидания.